Добрый день, друзья! В этом видео я хочу рассказать максимально подробно, но в разумных пределах, о текстурном масле. Что это такое, почему это такой уникальный материал, с чего он сделан, как это работает, варианты использования и так далее, где купить материал, как сделать и так далее, как оптимально все это сделать. Но сначала немного теории. Кремнезиом, диоксид кремния, кремнезиом, у этого порошочка очень много названий. В России обычно это аэросил называют. Названий много. Диоксид кремния, аэросил, кавелос и так далее. Какие-то еще. Кстати, это пищевая добавка Е551, абсолютно безопасная. Там есть нюанс, об этом чуть позже, по безопасности. А так это вы кушаете, возможно, каждый день этот порошок. Так вот, кремнезиом — это соединение кремния, точнее, пирогенный кремнезиом — соединение кремния с присутствием кислорода в огне. Специальные заводы есть такие, которые все это в печах, при таких определенных процессах все это делают. Порошок — это уникальный порошок. Уникальный, прежде всего, за счет своей, за счет своего размера частичек. Этот порошок настолько мелкий, вот так, чтобы представить вам в одном миллиметре, представьте всего лишь один миллиметр, может поместиться до одного миллиона частичек этого вещества, порошка. То есть, если в ряд выложить, миллион. Обычно, там, чуть больше, если миллион — это наносилик, это мельчайший такой, это в спец каких-то для спецзадач. Но обычно в России, например, и по миру это самоиспользуемо от пяти нанометров до нескольких микрон. Такие достаточно широкие варианты размеров этого порошка. Вариантов много, размеров, плюс еще там две подкатегории — гидрофильный, гидрофобный. Об этом чуть позже я в конце скажу, какой лучше, не лучше, а оптимально приобрести порошок для вот этого масла. Так вот, порошок этот за счет своих размеров имеет огромное взаимодействие по площади с окружающей средой, если смешать его с маслом, с водой, еще с какими-то материалами. Благодаря этому он создает в среде, в веществе поперечно сшитую молекулярную структуру. То есть представьте как бы трехмерную решеточку, которая вот каждая частичка за счет поверхностного натяжения держится, и они все вместе держат эту среду. Такие среды называют гелями. То есть в состоянии покоя — это трехмерная структура неподвижная, при приложении усилия какого-то она легко сдвигается, при прекращении усилия она застывает в той же форме, как прекратилось воздействие. Этим объясняются свойства гелия и в данном случае нашего масла. То есть оно подвижно, пока оно сырое, делай с ним что хочешь, любую форму. Кстати, эти свойства называются тексотропностью. То есть когда при воздействии материал сдвигается, меняет форму, при прекращении воздействия. Материал остается в той же форме, в нашем случае высыхает. То есть он высыхает в той форме, какая осталась. Материал аэросил является идеальным загустителем. Много где, повторюсь, это как пищевая добавка, идет от зубных паст до каких-то сыров, загустителей. Я не углублялся в этот вопрос. Но это повсеместно используются. Разные марки, очень широкое применение. И в том числе в лакокрасочной промышленности. Как я уже говорил в том видео более коротком, то что информации у нас сейчас никакой в интернете, в русскоязычном, по крайней мере, как использовать это вещество в масляной живописи. Просто нет. Ноль. Есть короткая информация о том, что используется в лакокрасочной промышленности. Там даже марок не называются. Ну какие-то там двухсотые, трехсотые марки. Даже невозможно, очень трудно вычленить гидрофильная или гидрофобная форма. Это разные формы, какая используется. Так вот, информации особой не накопаешь в русскоязычном интернете. Как я уже говорил в том видео более коротком, я этот материал попробовал восемь лет назад, может больше даже немножко. Точно не помню. Я просто покупал все реологические добавки, так называемые, тексотропные, в частности, для своей мраморной пасты. Я тогда пробовал всякое разное. От воска, да вот, там всякие разные, все, что было, все, что можно было достать. Марку я не помню, когда какую и покупал. Я вообще думал, что это одна марка Аэросила. На самом деле их огромное количество, разное. Вот. Применял в мраморной пасте, тоже отличные результаты, наряду с не хуже, чем воск. Воск – это традиционный материал в масле, а Аэросила – это более современный, более модерновый такой материал. В общем, не об этом. Мраморная паста тоже, гляньте видео, отличный материал, но вот этот вот не хуже. Они немножко, они похожи, но разные. Вот этот материал немножко покруче. Смешал я его тогда с маслом, получилось отличные гели. Делал выкраски, делал много работ, достаточно большой ряд работ. Я покажу вам, останавливаюсь немножко на этом. Сделал выкраски и все такое. Сейчас я делаю это уже. Новые выкраски, более… Те выкраски старые, куда-то при переезде… Я не на Таганке, на Расплетино. Да, на Расплетино, по-моему, тогда уже… Нет, на Таганке еще был. Да, на Таганке делал… Ну, то есть это очень давно было, 8 лет точно. Выкраски, куда-то они делись при переезде, возможно, я их найду когда-нибудь. Если найду, вставлю в видео, где-то они есть у меня в ящиках. Вот. Ну, вот новые, более такие, вдумчивые… Сейчас делаю… Более вдумчивые, как выкраски, эксперименты в разных условиях, на разных абсолютно… Ну, таких разных состояниях, в разных вариантах, при разных условиях. Об этом чуть дальше расскажу, как и что. Что это дает и что у меня получается. Вот, чего далеко ходить. Вот, я вчера приготовил картину, написанную моей женой, с использованием этого материала. Краски абсолютно не меняются. Ну, то есть они и не могут поменяться. Это абсолютно химически инертный аэросил. Ну, диоксид кремния – это химически инертное вещество. Абсолютно. То есть это, ну, порошок… Считайте, стекло. Просто мельчайшее стекло. Стекло – это, ну, уже более инертного вещества. То есть, инертность в плане того, что не реагирует химически практически ни с какими веществами. Возможно, с какими-то кислотами. А так, это один из самых инертных предметов на Земле. Так вот, это я не помню какой это год. А, семнадцатый. Это, конечно, не очень давно. Это шесть лет назад получилось более раннее. Могу поискать. Возможно, я вставлю в видео. Ну, вот краски, я знаю, что они точно такие же, как и были. Вот, жена, надеюсь, не обидится. Я немножко поскребу. Ну, ультрамарин, понятно. Вот он. Не поменялся абсолютно. Какой-нибудь кадми или что-то с охрами. Тоже. Все тоже. Вот, не знаю, там вторая камера взяла или нет. Ну, вот они. Закаменело. Здесь единственное присутствует мрамор. Мраморная паста. Ну, и полно вот этого аэросила неизвестной марки. Вот. В общем, изменений никаких. Ну, вот, например, ладно, пожелтение видно было на белилах. Вот я белила по скребу. Ну, сдираю. Изменений никаких. Вот. Потом, возможно, поищу немножко свои работы старые. Покажу. Вот эти вот примерно этих же лет. Лет пять или шесть точно ему есть. Вот оно подсохло масло. Изменений никаких абсолютно. Так вот. Собственно, для чего нужна, для чего эта краска? Прежде всего, для живописи, для придания объема краскам. То есть, эта краска, а это, по сути, краска. Почему краска? Поскольку в ней есть наполнитель, аэросил. То есть, это не масло, а уже краска с прозрачным наполнителем. Вот. Так вот, прежде всего, назначение делать фактуры, придавать фактуру краскам живописи вашей. Вот. То есть, ну вот, вот это кадми. Кадми — натуральная, дорогущая краска. Кстати, удешевление краски — это как один, ну, наверное, чуть ли не самый главный, ну, второй, по крайней мере, по важности, компонент, собственно, плюсов этого материала. Понятное дело, удешевление. Вот я тут уже намешал целую кучу вот этого вещества, этой краски. Кровищая сила, кстати, хорошая у этой остается. Особенно использовать кадмия. Кобальт и кадмия, они достаточно кровищие, можно разбавлять. Вот здесь я испытывал 20-процентные, 20-процентов разбавитель. Вот это сохло, кстати, по тестам. Сейчас чуть позже расскажу, это важно, как, надеюсь, не забуду. Вот. Немножко запылилось-то у меня на солнце. Да, вот это тестировалось прямо на солнце. У меня есть возможность закрепить, прямо на солнце было летом, около месяца отлежало чистым, на чистом, таком достаточно мощном солнце под, именно на воздухе. Не за стеклом, а именно на воздухе. Вот, запылилось немножко. Вот здесь испытание с... Вот здесь 20-процентное, то есть вот в тонком виде, здесь потолще немножко, вот тот же кадмий. Достаточно, как видите, на белом кроющая история. Закрывает холст хорошо. Не обязательно, конечно, так экстремально. Там 5, иногда и 5 можно. Вот где-то я покажу. Тут 5-процентное у меня разбавление, и это хорошо работает. Например, белило разбавлять 5-процентное где-то. Так, где это? Так, 5-процентное где-то там у меня отдельно лежат. Вот эти 20... Вот это 20-процентное. Вот они. То есть вполне себе рабочая краска, но она становится очень нежной. В этом, в принципе, и плюс вот этого... Один из таких очень мощных плюсов работы с таким материалом. Живопись становится намного нежнее. То есть мазок... Мазки очень плавно перетекают друг в друга, смешиваются очень нежно. А в отличие от жестких, например, кадмиев, там, титановых белил, кроющих красок. Они дают жесткую живопись. Это тоже хорошо, это тоже как... тоже преимущество красок. Но иногда нужно очень нежное сочетание, нежное перетекание одной краски в другую. Особенно при лессировках. Это вот просто, ну, must-have. Это вот работать на чем-то таком вот... На лессировке, как обычно рисуют художники, тройник. Это дает просто плоское такое, плоское покрытие цветное. Работа с этим же материалом даст объемность. То есть вы можете прям лессировками делать объем. То есть мазок будет объемный, он высыхает. Кстати, по скорости сушки. Конечно, вот такой вот, такой толстый достаточно выпуклый мазок. Вот этим вот, вот этим краскам сколько здесь, я не знаю. Ну, вот так, это у нас 12 июля. Вот здесь три месяца. Сейчас октябрь, примерно 12 число, 10, наверное. Вот три месяца прошло. Тонкие слои высыхают быстро достаточно, особенно на льняном масле. По поводу двух масел я позже скажу обязательно, почему подсолнечное, почему льняное. Они друг друга дополняют очень хорошо. Так вот, особенно на подсолнечном или на смеси. Вот это, кстати, вот то, что я показывал, вот это. Это смесь двух масел. Это чисто льняное масло с диоксидом кремния. Вот это чисто подсолнечное масло. Обычная золотая семечка. То есть самая, не золотая семечка, злата, по-моему. Я его отбеливал немножко, неважно. То есть, смотрите, высыхает в тонком слое быстро. Вот масло. Это масло подсолнечника за три месяца спокойно высохло. И вот здесь вот в толстом слое оно, ну вот оно дает такой вот, вот как гель уже подсохший. Внутри, конечно, еще мягкое, но оно высохнет через какой-то, может, через год. Но это экстремальный размер. Здесь, наверное, миллиметра, миллиметров пять, если не шесть высоты. Льняное масло, оно, кстати, желтеет немножко. Тоже остановлюсь. Очень важный момент. Это обычное масло такое. Сейчас важный очень момент. Вот. На обычном льняном масле художественном не делаем. Вот на таком. Лучше не делать. По крайней мере для светлых красок. Для темных красок можно делать. Используем масло номер два. Вот. Уплотненное номер два. Отличное масло. Отличный материал. Прочное. По цене оно чуть на 5% дороже, чем вот это. Я не знаю, зачем вообще вот это продают и покупают. Вот. Отличный материал. Он густой, как сироп. Хорошо. Намного лучше сохнет. И, главное, не так желтеет. Вот за три месяца, как пожелтел этот материал. Льняное масло. Это подсолнечное, чисто подсолнечное. Это льняное. Это их один к одному смесь. То есть вот по цвету видно. Ну, то есть вот. Это вот очень толстые. Ну, да. Пять или шесть миллиметров высоты. Представьте, нам не нужны такие размеры. Кроме как экстремальные какой-то брутальные живописи. Такой прям такой. Или же какой-то спецэффекты декоративных техник. Это допустимы, конечно, всякие. Такие вот моменты. Особенно, когда мастихином хорошо. Кстати, на мастихине очень глянцевая поверхность. Прям такая. Я, может, остановлюсь, покажу еще. Вспомню, наверное. Когда мастихином работаешь с этим маслом, там прям такие получаются площадочки зеркальные. Вот. Очень так интересно работать. Вот. Высыхает, повторюсь, достаточно быстро. В толстых слоях, конечно, будет долго достаточно. Ну, как и обычная краска. Она будет долго сохнуть. Но при добавлении цветных красок, тут вот я тоже на скорость делал тест. Да, это на солнце, на скорость. Двадцатипроцентная сухнет быстро. Намного больше. Особенно в тонких слоях. Особенно если что-то коричневое есть. Марсы какие-то. Они очень хорошо ускоряют сушку. То есть они являются как бы секативами. Вот. То есть они... Вот здесь три месяца прошло. Так. А, нет. Этому тесту больше. Это у нас прям май. Это 29 мая. Конец мая. Вот. Здесь краски... Ну, внутри чувствуется, что мягкость. Но там нету жидкости. То есть они... Вот. Кадмии, например. Кадмии лимонные. У нас вот такой вот конкретно уже все. Эту работу можно продавать. Здесь 6-5-6 миллиметров толщины. Она уже... Ну, то есть ее можно там порезать. Я не знаю. Там вот. Давайте мы разреем. А, мажется немножко. Еще мажется. Ну, все-таки для такого экстремального объема... То есть это не жидкая краска. Она еще просто мажется. Вот. Ну, вы поняли. То есть через год вот даже в таких слоях все это будет, ну, не каменным, но вот таким вот как бы абсолютно как подсохшим. Не желтеет. По поводу желтизны. Очень важный момент. Очень важный. Смотрите. Подсолнечное масло не желтеет по высыхании. Ну, наверное, знаете. Льняное может желтеть. Сейчас вот по поводу желтизны. Вот льняное масло. Вот вы, наверное, замечали такое. На тюбиках вот такие вот желтые, как бы капельки часто, вот когда не вытекает масло, оно становится желтым. Причем иногда очень желтым. Вот. Вот этот линоксин. Это вещество называется линоксин. Когда масло окисляется, получается так называемый линоксин. Вот. Представьте вот такой материал, если бы у вас был на... Вот это, кстати, масло льняное. Почему им не пользуемся? Вот до какой степени оно может пожелтеть. Особенно, если это происходит в темноте, сушка. Очень важный момент. Запомните, что любая сушка должна происходить в светлом сухом помещении, не в темном. Вот эксперимент, который стоит у меня на чердачке, не на чердачке, а на антресолях таких в темноте. Сохнет. Так, вторая камера. Ладно, обойдемся без второй камеры. Я потом отсниму, вставлю окошками видео. Вот что мы видим. В темноте, в абсолютной темноте, сохнет краска. Это не так давно, сколько там прошло. Может, несколько месяцев, может, пару месяцев всего лишь. Как льняное обычное желтеет. Представляете, вот о чем я говорю. Подсолнечное не желтеет, оно так и останется. Льняное обычное. Вот это масло подсолнечника. А, это один к одному смесь. А вот чистые масла. Вот масло номер два. Художественное масло. Вот это масло льняное обычное. Художественное, коричневое стало. И вот масло подсолнечный идеал. Оно немножко, капельку-капельку, конечно, приобретает такой янтарный оттенок. Но, повторюсь, это темнота. Сохнуть в темноте краскам противопоказано. По крайней мере, в период высыхания. Даже зачитаю мнение исследователей. Быстрое потемнение и пожелтение свежей живописи на всем ее пространстве находит объяснение в исследованиях А. Эйбнера. Масляный слой, как установленный, желтеет при высыхании вследствие образования в нем свободной линольной кислоты. Чем больше содержится масло последнее, тем энергичнее происходит пожелтение его. Отсутствие дневного света в первом периоде просыхания масляного слоя также содействует пожелтению его. Подвергнутая непосредственному действию лучей солнца, потемневшая и пожелтевшая живопись, высветляется почти совершенно. Насчет высветления последующего я не знаю. Не уверен, что он там высветляется. Потому что я пробовал тоже эксперименты проводить. Но то, что оно желтеет, по-моему, оно безважно желтеет. Именно масло. Это факт. По многим. Это не мое мнение. Мне нет. По формам. В общем, ученые именно так и говорят, что масло желтеет в темноте. Так вот. Почему два масла? Подсолнечное, оно хоть и не желтеет, у него свои недостатки. Оно долго сохнет. Дольше намного сохнет. Оно дает не такой прочный слой линоксина. Ну, то есть вот это вещество, о котором я вам говорил. Вот это вот масло подсолнечника. Ну, нет. Для живописи нормально. Особенно если заглядывать. Открою вам секрет такой полишинеля. Художники пишут на подсолнечном масле. Они не всегда о этом говорят. Особенно советские художники. Кстати, не только советские. До сих пор очень активно выпускают краски на подсолнечном масле. Голландские есть краски. Немецкие. Вот, ну, это вот по памяти, по форме. Именно потому, что не желтеет материал в светлых красках. То есть это масло работает. Можно просто из банки брать это подсолнечное масло. Можно осветлять его. Можно уплотнять. Об этом можете отдельно почитать. Посмотреть, как это делается. Получается замечательный материал. Подсолнечное, уплотненное масло. Но можно работать и просто на подсолнечнике. За вас производитель, кстати, все сделал. Так вот, вот подсолнечное масло. Оно у меня все лето стояло в открытом виде на балконе. У меня южная сторона. Целая батарея вот этих вот банок. Немножко осветлилась. Действительно, если сравнить с банкой и с магазином, немножко осветлилась. И, возможно, уплотнилась немножко. Но делать этого не обязательно. Это, по сути, художественный материал. За вас производитель. Все это сделал. Все нужные операции при рафинировании. Зачитаю. Вот, в частности, процесс гидротации. Масло. Это же рафинированное подсолнечное масло. Обрабатывают горячей водой с температурой до 70. Там какие-то филипиды растворяются, попадают в осадок. Без них продукция не проверкает. Отбеливание. Масло проходит через слой абсорбентов. Втеряет окраску. Чаще в качестве фильтра образуют специальную глину. Вымораживание. Вот это очень важный процесс. Масло остужают до минус 8 и добавляют в него целлюлозу. Это позволяет удалить воск из состава. Воск нам не нужен. У нас там свой воск в этом масле. Дезодорация. Продукция в окно и камень прожаривают и так далее. Запахи, но это нам не важно. По крайней мере, выморозка и другие манипуляции производителя с этим маслом делают абсолютно пригодный материал в живописи. Художники использовали всю жизнь это масло, не только линяное. Лучшими маслами являются ореховое, маковое и льняное. Но это тоже хороший художественный материал. Целый ряд художников, даже известных, писали именно на подсолнечном масле. Николай Крымов, как вы знаете, больше ста лет писал назад работы, он когда-то сам убедился в хороших свойствах этого материала. То, что подсолнечное масло не желтеет, не меняет тона своего, и все его работы в сохранности, в том же тоне и цвете, как он написал сто лет назад. Кстати, вот тест на масле подсолнечном, полностью 100% подсолнечное масло с совсем небольшим количеством добавления цветных красок. Это 16 мая, то есть это очень достаточно давно. Тест был на скорость высыхания, на скорость сушки, на блеск. Блеск, конечно же, хороший, но все равно не советую делать, работать на чистом подсолнечном масле. Поскольку, во-первых, ну, первое, то, что сохнет, тут от двух дней до десяти дней, я заметил, коричневые очень быстро высыхают, другие краски немножко дольше высыхают. Механическая прочность. Линоксин у масла, вот он какой. То есть он такой нежный. Не знаю, с чем сравнить. Вот такое чувство, что он не до конца высох. Ну, по крайней мере, за вот это время. Где коричневая краска сохнет нормально, то есть вот прочность получше немножко, но все равно недостаточная в сравнении с линоксином на подсолнечном масле или же на их смеси один к одному. Кроме того, сама вот эта вот поверхность, она такая очень нежная, не знаю, даже, ну, сравнение с каким-то силиконом. Если, конечно же, покрыть лаком, закрепить все это, вот этот эффект пройдет. Ну, вот такое чувство, что вот как нежно-нежно-бархатисто-силиконовое нечто такое вот. Так что я к тому, что советую работать все-таки на смеси один к одному, оптимально это один к одному, льняное масло, 50% подсолнечное масло, ну, вот этом текстурном масле, или же смещение в большее количество льняного масла, то есть максимум 50% подсолнечного масла. Вот, это оптимально. А так все гибкое, очень хорошее, ну, прилипание хорошее. Единственное, вот эта прочность, и вот этот вот эффект такой вот какой-то нежного отлипа. Пыль не берется, вот этот, за все эти месяцы, где этот не валялась у меня выкраска, где он только не лежал, у меня и кошки, и пыль. Пыль не берет, но вот этот вот эффект отлипа присутствует. Так вот, подсолнечник не такой прочный, а линоксин, и дольше сохнет. Это его минусы. Плюс то, что он не желтеет, не пожелтеет, если сошится в нормальных условиях, не смарщивается. Обычно, в отличие от льняного масла, оно может смарщиваться, если просто масло. Если масло уже с введенным диоксидом кремния, который держит решетку, о которой я говорил не так давно, в этой композиции масло не смарщивается. Оно вот как было, так и высыхает, точно таком же, как ты оставил. Как ты оставил эту форму, вот она так и остается. Вот, мазочек там. Причем мазок, что интересно, что мягкая кисть, что щетинка. Это абсолютно разные. Вот тут где-то щетинкой. Берет, не берет. Так, возьмет камера. Потом вставлю, как щетинка оставляет след, как мастихин, как мягкая кисть. Все это очень идеально видно, никаких заплываний. И вся форма прекрасно держится. Форма последнего воздействия на этот материал. Точно такое и остается. Вот. Дальше. Еще раз извиняюсь за сумбурность, но материал очень обширный. Это целый такой вот комплекс, который нужно как-то собрать. Вот. Собирайте в кучку головах. Вот. Это минусы масла. Плюсы. То, что не пожелтеет, я сказал, подсолнечное льняное масло. У нее плюсы. То, что сохнет намного быстрее. Сохнет быстрее. Линоксин прочнее. То есть вот эта пленка, она прочнее. Два плюса минус. Желтеет. И дает усадку. Ну, усадку не так важно. Желтеет. При комбинации этих двух масел, сейчас я на камеру потом вставлю, как это все мешается, получается замечательный продукт, который, то есть масло, оно масло подсолнечное, оно немножко нивелирует недостатки масла льняного. Вот любопытная выкраска. Среди прочего, нашел это февраль, двадцать третий год. Сколько уже месяцев прошло? Восемь, наверное, напишу. Здесь любопытны вот эти две выкраски. Это у нас масло льняное один к одному с белилами титановыми. Вот, пожелтело. Немножко вот здесь без белил, видно, желтизна небольшая. Лен дает. Вот это масло подсолнечника без лака, без ничего, белило один к одному. Вот, абсолютно беленькая, уже окаменела давно за эти месяцы. Вот она, прям каменная, я боюсь инструмент погнуть. В толстых слоях, вот как здесь, ну, здесь, наверное, миллиметров пять толщины, понятно, здесь, ну, так масло себя и ведет, так должно быть. То есть масло, наверное, что белило, что... Вот оно, да, здесь, смотрите, представляете, вот оно, вот оно, как в тюбике, вот здесь осталось льняное масло. Подсолнечное масло, посмотрим, что у нас. Слушайте, подсолнечное закаменело. Закаменело. То есть здесь у нас под пленкой... Ну, пленка, понимаете, вот льняное масло дает более прочную пленку, оно не так дышит. И здесь вот законсервировалось у нас льняное масло. Белило титановое, смешанное с текстурным маслом на чистом подсолнечнике, это злато, по-моему. Знаете или нет, подсолнечное масло высыхает по всему, по всей толщине сразу. То есть оно не сохнет от поверхности и вовнутрь, как льняное масло. Оно сохнет все сразу. Так устроено именно подсолнечное масло. Здесь оно вот практически окаменело. Вот ей едва-едва не мажется. Хотя мажется немножко, вот как мел мокрый. Да, оно еще мягкое, но оно уже вот такое, ну, понимаете, не знаю, с чем сравнить. Пластик. Здесь уже намертво. Здесь я грунт царапаю. То есть здесь уже все намертво. Очень прочное для живописи. Но здесь прочность дает, конечно, не сам линоксин подсолнечного масла, а титановых белил. Вот один к одному. Я, собственно, и советую работать на смеси масло льняное плюс подсолнечник один к одному. Текстурное масло мешать. Вот так вот. Это оптимально. Она и не желтеет, и прочность очень хорошая, и дешевая, и так далее. Да. Вот, кстати, вот здесь разобрался, что это за выкраска. Это масло номер два уплотненное, масло подсолнечное. Один к одному. С белилами один к одному. То есть это смесевая краска, вот о чем я только что сказал. 50 на 50 подсолнечник, или он в текстурном масле. И плюс белило. Что у нас получилось? Прочность идеальная. Глянцевость хорошая. Да, хорошая глянцевость. Внутри закаменел. Ну, не закаменел, а вот так вот как бы. Так режем. Что у нас получилось? Гибкая еще. Загустевшая, очень густое. Ну да, вот она, конечно, еще мажется. Но все-таки вот здесь вот нечто среднее между вот этим эффектом, что мы сейчас видели. Вот она вытекает. Вы представьте, за все эти месяцы вот так вот пленка держит. И вот этим окаменевшим. Вот тут что-то среднее дает вот то, на чем я и советую им работать. Один к одному. Подсолнечник плюс плен. Вот здесь вот один к одному. Вот это у нас подсолнечник, оно такое останется. Льняное уплотненное номер два. Вот смесь один к одному. То есть вполне рабочий материал. Не то, что в тонких слоях, но даже в толстых слоях это вполне готово. Вот по белизне, смотрите, надеюсь, баланс белого хорошо. Ну вот, по крайней мере, это белый стандартный холст. Такой серовато-белый. Вот это вот с белилами. Один к одному. Льняное подсолнечное масло. И пять процентов белил. То есть чуть-чуть желтизна присутствует, поскольку пять процентов не так много для перебития вот этого желтизны. Десять процентов белил. Уже такая хорошая, теплая, но вполне себе белая краска. Двадцать процентов. Вот это стандартное разбавление вот этого масла, которое я советую. Двадцать процентов, ну, до пятидесяти. Еще больше процентов делать содержание цветных красок особо смысла нет. Есть только для загущения какое-то. Вот это один из моментов из этого сумбура, который я должен сказать. Этот материал прекрасно подходит для, я потом забуду, для загущения краски. Его сделать можно как абсолютно жидким, так и очень густым. А краски, особенно российские, они такие сопливенькие. И как бы ты хочешь ударить хорошим мазком, вот этим же кадмием, который я только что показывал. Ну, это сопельки такие. Ты можешь из него сделать, добавив это в текстурное масло, вот этой вот краской один к одному, например. У тебя получится густая, хорошая такая, хорошая краска, которой можно делать текстуры. Так вот, комбинация этих масел и дает как бы, ну, то есть одно дополняет другое. Например, 50 на 50, скорость сушки нормальная, желтизна небольшая, подходящая даже для очень светлых красок, для работы с очень светлыми красками. Дешевле работать на подсолнечном масле, но это тоже недорого. Вот это вот подсолнечное масло сколько? Сейчас оно 300 рублей, одного вот этого вот 300-рублевого флакончика хватает надолго. Ну, если очень объемно писать, конечно, не очень долго. Так вот, что еще может делать вот этот материал? Это масло. Кроме того, что я сказал, ну, самое главное, это работа для текстур, для такой уверенной, хорошей, мощной живописи. Удешевление красок, удешевление живописи, объемной живописи, нам далеко не всегда нужен такой кроющий мазок, объемный, хотя его можно вполне разбавить. Других материалов для вот этого нет. В арсенале художника, работающего маслом, нет. Все остальные разбавители, они дают, ну, они, краска будет растекаться, объема не будет. Кроме как возможно работать с мраморной пастой, о которой есть видео, тоже, но у нее другие недостатки, небольшие недостатки, ну, такие. Она тяжелая, эта краска очень легкая, потому что аэросил это чрезвычайно легкое вещество, потому и в названии аэросил, то есть воздушная, вот эта баночка, здесь полная, полная банка, полное ведро, 300 грамм всего лишь. Полная банка порошка. А, так вот, этот материал, прежде всего, дает объем живописи, удешевляет живопись, делает ее более дешевой, что важно, в наше время важно. Можно загустить краски, если это нужно, о чем я говорил, то есть более, ну, есть краски совсем жиденькие, мы их загущаем дальше. Очень хорошо делать лисировки этим материалом. Это нужно попробовать, просто это даже необычное свойство такое, удивляешься, насколько нежно вот это все происходит. Причем, как в процессе живописи, за счет того, что краски можно добавлять, вот так разбавлять, немножко, понимаете, даже вот, как вам сказать, эффект другой. Не просто лисировка или живопись, когда жидкоразбавленная краска, а когда она жидкая и объемная, вот это немножко другое. Это чувствуется на микроуровне, как-то странная такая вещь, необычная. Так вот, при лисировках это очень полезное свойство. Можно, кстати, делать из сухих пигментов краску. Я пробовал тоже, может, ставлю кусочек, тоже покупайте, сухие пигменты, они недорогие совсем, мешаете с этим, у вас прекрасная краска. Главное, чтобы в том пигменте не было комочков, а в пигменты сухие у нас продают, как правило, с комочками, как ни странно. В этом материале, кстати, комочков никаких, с маслом перетирается идеально. То есть, ну комочек, ну только, не знаю, но сам материал, он химически чистый, его размера, частичек там нет. Если вам продали чистый материал без какого-то плохого хранения, без... этот гель получается идеальным. Можно, кстати, мыть кисти этим материалом. Вот я мою, особенно вот сейчас зима, актуально, я перехожу на работу на маслах, то есть минимизирую разбавители, мыть кисти прямо вот в этом масле. Вот, ну, как бы она моется хорошо, желательно, конечно, в подсолнечном масле. Кстати, отвлекся. Хранить его лучше в фунтиках, вот в таких, об этом я, может, покажу, как это делать. Ну, можно в баночках хранить, но в фунтиках лучше. Они не покрываются пленкой при хранении. Можно старую, не старую, отработанную кисть от сеанса взял вот так вот спокойно в масле, вот в этом текстурном масле на подсолнечнике, обмакнул вот так и поставил. И она будет там неделями стоять вот так, с ней ничего не произойдет. Она законсервирована в подсолнечнике. Ну, это мелочь, но тоже художнику может и такой вариант использования пригодится. Начинающим художникам на заметку. Масло прекрасно отмывает кисть, причем она не пропадает. Вот если камеру я сейчас возьму, вот, я взял, например, от оранжевого, я захочу что-то отмыть, я беру подсолнечник, вот так вот раз, один раз отжал, второй раз отжал, все, кисть у меня практически чистая, то есть вот она более-менее чистая, я могу переходить к другим краскам, но вот этот материал от этого замеса, он не пропадет. Ты можешь что-то другое делать, ну, как-то в работу пойдет, в твою жизнь, в которую ты ведешь работу, поскольку это родной цвет, для колорита подходит, то есть, такая более-менее безотходная, безотходный процесс. Ну, и вплоть до каких-то спецэффектов, спецтехник, спец каких-то всевозможных декоративных техниках можно использовать именно вот это свойство объема красок. То есть, когда ты делаешь мазок объемным, там что-то, это уже у кого на что фантазии хватит, кто работает, кто работает в таких направлениях, отлично может применить этот вид материала, но, смотрите, что еще, вот хорошо вспомнил, по скорости высыхания вот таких вот объемов. Я вот кажется, на этом нет, не на этом. А, да, вот то, что скорость сушки на солнце с добавлением лака. Вот здесь разная процентовка лака. Так, вот здесь эта смесь один к одному масло льняное и подсолнечное, льняное и уплотненное номер два. И в прозрачном виде с лаком. Лак акрилстирольный, другой я не пробовал, но я знаю, поскольку акрилстирольный такой самый злой, самый из таких общеизвестных художественных лаков, самый такой крепкий, самый быстросхватывающий. Вот его здесь я без лака, что без лака она высохла, что с лаком 7% примерно, как это делать, у меня на Бусте-канале все это есть, как я это делал, 20%, 40%, вплоть до 100% и где превалирует лак, тут уже 150-200% до 300% лака. Грейс, заходи, иди, иди, моя хорошая, иди, 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 заходи, иди на диванчик, иди, иди, ложись на диванчик, ложись, ложись, иди, можно, молодец. Вот, здесь один к трем, то есть здесь один лак, и, как ни странно, скорость это не дало. В тонких слоях возможно и дало, я это пропустил, скорее всего, дало, а в толстых слоях, что здесь, вот он до сих пор такой же, как, как, вот здесь 7%, и здесь вообще без масла, даже, по-моему, даже попрочнее, то есть, так, оно попрочнее, то есть, вот здесь нет лака, здесь у нас лак, аж 300%, ну вот здесь 40%, да, вот это мягче. Как это объяснить? Скорее всего, лак дает пленку такую, не дышащую, здесь все-таки кислород, здесь нет такой пленки, линоксин образуется равномерно более, здесь через пленочку, так, камера в порядке, через пленочку у нас линоксин, задержка высыхания, вот, то есть, смысла добавления лака, возможно, и не, нет, для скорости высыхания в толстых объемах, в тонких объемах, при добавлении, например, в подсолнечник какой-то процентовке лака смысл имеет, в тонком слое у нас схватится, конечно же, быстрее, но, опять же, запах, если летом еще можно, зимой плохо работать на лаках, вот, декоративные техники, так, пунктик поставили, сказал, далее, вот какие бывают, краски, сейчас выжимал на палитру, выдавливал, абсолютно жизненькие, ну, просто вот отслаивается материал, то есть масло от пигмента, это, кстати, говорит о том, что здесь тексотропность нарушена, то есть она недостаточна, то есть, а вот этот материал, диоксид кремния, по сути, и дает такую мощную тексотропность, кстати, краска хранится, вот не краска, а вот этот материал хранится очень хорошо, он не расслаивается, ну, по крайней мере, за такой обозриме, обменяемый срок, и не теряет своей пластичности, то есть вот вы как сделали, как замешали его, такой она и будет при любых температурах, то есть, сделали густым, она и будет густым, сделали жидким, точно таким же она останется, причем независимо, что важно, от температуры окружающей среды, вот она, есть краски, которые, в частности, мраморная паста, она очень подвержена почему-то температуре, вот, с этим материалом такого не происходит, это удобно. Так вот, по скорости, прервался немножко, скорость высыхания, так вот, в свежем виде, ну, в чистом, без добавления цветных красок, сохнет достаточно быстро, в тонких слоях, ну, я не знаю, наверное, вот, если на льняном масле, оно будет сохнуть примерно так же, как белило, вот слой белил, то есть несколько дней, два-три дня, и подсыхает, ну, два дня, возможно. С добавлением цветных красок, оно ускоряется, то есть некоторые работы, ну, вот какие-то вот такие, особенно, где, кстати, сейчас покажу, здесь полно красок, я уже, как только я убедился, что, я вот, к чему немножко отвлекусь, работа, я-то не использовал, вот, восемь лет назад я попробовал, так, периодически использовал этот материал, но я не был уверен, как работает это вещество, можно ли ему доверять, хотя, понимал прекрасно, это диоксид кремния, это, ну, абсолютно такое инертное вещество, так вот, как только я узнал, что материал все-таки используется на Западе, фирмой, может, и даже не одной, точно такой же материал, они там даже состав раскрывают, что это на пирогенном кремнеземье, все это сделать, у меня сомнения, все отпали в этом, безопасность этого материала, я уже тут в этом году конкретно его стал использовать, очень нравится вот эта работа, с ним попробуйте, вы вспомните вот эти слова, насколько приятно работать, какие он возможности дает, вот, так вот, скорость высыхания без этого масла, то есть без краски достаточно длительная, ну, так, чуть длиннее, с этим маслом намного быстрее, особенно если примешивать коричневые краски, коричневые, знаете, те краски, которые высохнут быстро, то есть работа, которая, ты работаешь, вот она на завтра, все тени высохнут, насколько там масло-то они не, в разумных пределах не ввел, вот этого текстурного масла, оно подсохнет, или станет очень вязким, светлые места остаются на следующий день такими пластичными, мягкими, но это может быть скорость и не такая большая по высыханию, но в то же время это дает преимущество, какие-то, то, что ты на следующий день можешь большую работу довести, мягко, ты можешь управлять, то есть, ну, ты спокойно взял, начал работу, и потом знаешь, что на следующий день ты спокойно ее немножко, а не вот так не трясешься, что вот где-то твои растяжечки нужно срочно сделать, иначе засохнет, то есть, в этом даже преимущество есть, то, что работа сохнет немножко дольше, немного, не очень, ну, если не работать очень постозно, вот, это по скорости высыхания, что я должен отметить, немножко, такие моменты есть, немножко, нужно это понимать, чем толще, тем дольше работает, некоторые краски очень ускоряют сушку, некоторые не очень, белила, например, не очень ускоряют, по поводу белил, хорошо вспомнил, смотрите, можно работать на белилах, на белилах как? Я беру 5-20, о чем я говорил, белил в процентном отношении примерно, в процентном отношении к этому маслу, получается вот такая замечательная, замечательная штука, она прям упругая, я не знаю, если как, как вам, это вам нужно попробовать, то есть, вот такой абсолютный гель, такой прям, ты что хочешь с ним сделать, вот он будет, видите, он вибрирует еще немножко, вот так вот потрясывается, вот так он высохнет, видно, да? Не видно. Вот на эту камеру попробую показать, вот такая вот история у нас, вот такой столбик, он так и останется, так и высохнет, если нам это нужно, вот, и работают на этих белилах, они уникальны, вот на них очень хорошо замешиваются очень нежно какие-то краски и работать именно на вот этой нежности, нежной, прозрачной, с каким-то суфле можно сравнить, то есть когда-то нужна нам кровящая сила краски, а когда-то нам нужна вот эта вот прозрачная нежнятина, чрезвычайно нежная, нежная вот такая вот, сейчас покажу, как бликует краска, так вот, извиняюсь, видео, конечно же, такое будет, так себе по качеству, надеюсь, я буду вставлять окошки, потом все это отсниму, вот, вот такая вот нежнятина у нас получается, она тоже очень важна в живописи, ну, в такой, в разнообразной, то есть она очень расширяет вот это масло, этот материал, очень хорошо расширяет возможность, возможность применения, возможность масляной живописи. На Бусти канале, по поводу, вот на моем Бусти канале, переходите, там, кстати, необязательно подписку оформлять, так устроен Бусти, можно просто зайти туда, единоразовый, там недорого, вот там весь этот массив информации вы за этот месяц просмотрите, потом обязательно продолевать подписку, информации будет много, там будет таких не очень качественных, но видео по темам, по разным, более глубоких, как использовать, когда-то жидко, когда-то, как лисировку покажу, как работать классически, как какие-то экстремальные условия и прочее, прочее. Очень советую зайти на мой Бусти. Так вот, как сделать это масло? Покупаем Аэросил, я покупаю на Авито, не совсем не дефицитный товар, много кто торгует, по крайней мере, в Москве тут предложений очень много, главное выбрать правильный. В конце видео, какая марка, какая форма, для зрителей, которые смотрят меня на YouTube, советую перейти на Бусти канал. Так вот, покупаем Аэросил, вот это ведерко, оно недорогое, по-моему, то ли 400, то ли 600 рублей вот это ведро, то есть, это вам хватит, ну, не знаю, кому-то на всю жизнь может хватить, хранится он бессрочно. Покупаем, да, единственное, смотрите, материал, как я сказал, это пищевая добавка Е551, абсолютно безопасно считается, но при вдыхании, вот этот материал немножко отсыревший, такой, по-моему, он не так пылит, когда-то я покупал, вообще, прям откроешь, пыль такая, вот этой пылью дышать очень нежелательно, она может вызвать такую болезнь, силикоз, так называемый, но это для, слишком бояться не нужно, это кто профессионально работает с такими, с этими порошками, но так я просто предупредить вынужден, что желательно на воздухе где-то мешать или при вытяжке и так далее, или очень аккуратно, так вот, смотрите, и берем масло, все, два компонента, масло льняное уплотненное номер два и диоксид кремния, аэросил, так вот, засохло, заодно вам маленький лайфхак, как, если подсохло, берем молоток, обо что-нибудь, ставим, так видно, видно, ставлю на какую-то поверхность и немножко бью по крышечке, и теперь она открывается, то есть она уже разлепливается там. Так, масло уплотненное номер два, заодно проверю, сколько, сколько материала уйдет, по-моему, один к одному я уже как-то мерил, так, здесь 220 миллилитров, стаканчик вот такой у нас, по-моему, 200 грамм, когда я тоже мерил, вот я сейчас наберу его полный, посмотрю, что получится. аккуратно понемножку, можно сразу, я примерно знаю, что вот столько он съест, вот это масло, может быть, даже немножко добавить, придется, и перемешиваем. перемешивается очень хорошо все. Повторюсь, если пылит, или респиратор, или выйдете куда-нибудь, чтобы не дышать вот этой штукой. а, нет, ошибся, значит, я не то делал, действительно, больше нужно, это я с каким-то, по-моему, с этим, с мраморной пастой испытания делал один к одному, здесь все-таки я вижу больше, сейчас заодно узнаем, сколько. Так, проглатывает два стаканчика, вот здесь один к двум по объему. Вот, все, уже начинает. Вот, все, загустело, обманул вас немножко. Один к двум, получается по объему, советую делать до состояния, если для обычной, ну, для обычного хранения, примерно как белило. Можно сделать гуще, немножко, потом разбавлять в процессе работы. Кстати, хорошо сказал, хорошо вспомнил, вот эта белесость проходит буквально за сутки. Вот она, видите, немножко белесая, вот, ну, то есть вот это, тут пузырьки воздуха, они выйдут, то есть не выйдут, вот я не знаю, куда это дается, да, по-моему, воздух, не знаю, что с ним потом происходит, но через, 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 вот, но через сутки, вот такое вот янтарное, получится, вот такое вещество. Вот она берет камера, наверное, хранить лучше, советую, не в банках, особенно подсолнечное масло, то есть особенно льняное. Подсолнечное можно, в банке прям накрыл крышкой, там, и оно долго будет, хотя летом пленочкой покроется, через неделю, через две, в банке, представляете, прям в банке покроется пленкой. Вот это советую загонять в фунтики, сейчас не буду показывать, ну вот, я храню всю краску, вот то, что калера, вот в таких вот фунтиках. Тут на бусте канале, как, как это делать, все это есть. Вот у меня достаточно такие большие фунтики, вот как раз таки, вот подсолнечник, вот лен, а, это тоже подсолнечник, два разных замеса, ну, неважно, это мои технические дела. Вот я их потом при работе смешиваю, если мне нужно, так, что-то волосинька, вот, если я просто работаю обычно, один к одному или там один к двум, неважно, какая там, какая нам нужна, какая задача стоит, если краски темные, можно на чистом льняном масле делать работу ради скорости высыхания и прочности. Я надеюсь, все это в этом сумбурном, длиннющем видео вы суть уловили всего происходящего, всего, чего я хочу вам донести. Вот. По объему, кстати, объем увеличился, но не слишком. диоксид кремния, аэросила, распределился в масле, не придал абсолютно никакого веса материалу, то есть, вот этот два стаканчика, которые мы всыпали, они, может быть, весят, ну, может быть, грамм 30, наверное, можно посчитать процентное отношение к объему веса практически, то есть, вот этот гель, вот эта паста, она легкая, и даже на достаточно, сейчас вам покажу несколько работ, ну, вот у меня коза, например, вот, достаточно, здесь очень много вот этого масла, не знаю, тут даже холста не видно, по сути, вот, везде и в темноте, очень много, тут от миллиметра, от полумиллиметра до, наверное, двух-трех, двух миллиметров, точно, возможно, до трех кое-где миллиметров вот этого масла с краской, абсолютно не утяжелена работа, гибкая и так далее, ну, в общем, красота. Что еще показать? Вот тут лисировка, лисировка с небольшим объемом, здесь объемов особо нету, но здесь полно, так, берет камера, оттенков полупрозрачных вот этих, о чем я говорил, что тут везде, прям, включая вот темные места, здесь вот тут с белилами, очень сильно разбавленные белила на тройнике так не разбавляются нежно, здесь краска вписывается буквально идеально друг в друга, в общем, это нужно попробовать, я уверен, даже начинающий художник оценит это свойство, то есть почувствует, почувствует, как мешаются между собой необычно вот эти краски. Вот здесь недавняя работа, она не лаком, не покрыта ничем, тут два сеанса, точнее, как сеанс, вот здесь, о чем я тоже говорил ниже, о чем я говорил ниже, о том, что темнота, темные краски высыхают сразу, здесь абсолютно на вот этим работал на красках один к одному масло льняное подсолнечное в тенях, высохло неожиданно для меня, я хотел ее продолжить, тут что-то растянуть, первый сеанс закончил, прихожу на следующий день сюда, захожу, трогаю, все тени высохли напрочь, белила, подсохли, невозможно растянуть, потому что здесь имприматура была коричневая, тут даже белые места, они, то есть этим можно управлять, вот, вот она не покрыта лаком, немножко непрезентабельно, но вот, вот так видите, наверное, вот, вот это все, по поводу, смотрите, такой маленький момент еще важно, хорошо вспомнил, по поводу, по поводу, так, на чем-то покрытие, показать пример, вот, кстати, да, вот, по скорости сушки, там, где коричневая имприматура, тут немножко незаконченная работа, но факт, я, по коричневой имприматуре, вот это все высыхает тоже за день, видите, наверное, по блеску, здесь такие миллиметровые слои краски, напоминает живопись многосеансовую, хотя здесь один сеанс, и вот это все подсохло моментально, вот, потому что по коричневой имприматуре белила, плюс вот эти масла текстурные сохнут очень быстро, то есть, если нам нужна скорость, мы ее, мы ее добиваемся введением коричневых красок, можно секатив использовать, это я уже для таких профессионалов говорю, но нежелательно с секативами работать, нежелательно, что я хотел вам показать, по поводу наличия в работе недомешанной краски с цветной краской, вот здесь вот это видно, вот, смотрите, вот работа, я потом покрупнее все это покажу, тут я только начинал это еще в мае или когда-то вот это испытывать вот эти масла по новому этапу, вот, когда я узнал, с помощью, кстати, чата GPT, узнал, что используется, у меня чат GPT дал пару ссылок, на именно на то, что этот диоксид крем не используется в масляной живописи, используется успешно, не очень широко, об этом мало знают, просто этот материал, как бы, такое чувство, что недостаточно популяризирован, нету просто популяризатора рассказать, насколько классный этот материал, насколько он расширяет возможности в работе, вот, материал используется Рублевым, это американская фирма, большая достаточно, Алиагель, у них торговая марка Алиагель, вот этого вещества, вот, так вот, как только я узнал, что он используется, что он применяется, я стал как бы по новому этапу, с новыми силами, уже освобожденный от мысли, а вдруг нельзя, вдруг что-то с моей живописью станет, я стал заново испытания вот эти такие более конкретные, более систематизированные провел, и уже основательно взялся применять материал в деле. Вот, вот о чем я хотел сказать, ну вот эти первые, это майская работа, когда я намешал, я здесь работал практически чистым маслом, не смешивая, тут, наверное, и 3% местами не было масла в работе, вот, видно или нет, вот здесь этот линоксин масло, оно чуть-чуть пожелтевшее, потому что это чистое масло, так, где, вот я, вот, ну я вставлю микро окошки с чем, вот, легкое пожелтение, я к тому, где-то вот в облаке, вот здесь краска попала, то есть практически не пожелтела, вот здесь практически нет, то есть малый процент масла, цветного масла, кровящего, краски в масло попал, и, соответственно, произошел вот этот эффект, о котором я говорил, то есть масло немножко дало вот этот оттенок, я уже не помню, чем, по-моему, на чистом линонном, оно дало легкий вот этот, так называемый, галерейный оттенок, это художники и реставраторы называют галерейным оттенком, когда появляется вот эта такая коричневатость, такая желтоватая коричневатость, вот этот галерейный эффект у меня произошел, причем достаточно быстро, я заметил сразу, ну, через месяц, наверное, вот, я к чему, нежелательно, особенно на светлых красках, писать неразбавленным материалом, разбавляйте от, может быть, пяти процентов, если это темная краска, до двадцати, если это какие-то нежные светлые краски, если вы не хотите вот этого галерейного оттенка коричневого, вот, вот здесь вот я чувствую, ну, что-то вот местами есть такая желтая, она не портит работу, она, я люблю работать немножко уже такое, вот здесь вообще прям лессировал, я уже не помню, масля, да, вот это же масло, кстати, вот хорошо, что вспомнил, при добавлении, при лессировках, при покрытии, придании оттенка, вот это вот здесь, у меня есть на бусте канале, как я делал вот эту работку, она готова, у меня она в эту рамку, это старая рамка, старинная какая-то, она не подходила, немножко выбивалась яркостью, вот, не было колорита, и поэтому я смазал, смазал маслом, вот этим уплотненным маслом, капелькой, с капелькой какой-то, чего-то коричневого, наверное, сиена, наверное, но не об этом речь, я о том, что обычно масло, как вы знаете, и чем старше работать, тем больше этот эффект, оно скатывается в шарики, знаете, даже на обезжиренной поверхности скатывается, я размазал вот это масло, скатывается, обезжирил, все равно скатывается, ну что ты делаешь, шкурить, что ли, не будешь шкурить, а лак добавлять я не люблю, у меня аллергия, страшно на эти запахи, вот, так вот, просто при добавлении маленького процента текстурного масла вот в это масло, буквально там, ну, там немножко, не один к одному, наверное, там один к четырем, четыре части вот этого и часть текстурного масла, эффект сразу снимается, то есть масло разносится полностью сразу, без варианта, то есть максимально тонким слоем, что это нам дает? Это нам дает не то, что нам возможность покрыть какую-то, лессернуть работу, да, именно лессировать, то есть уже у нас нету необходимости обезжиривать, как-то там добавлять лак или тройник какой-то более такое, более, ну, вот, те свойства, которые они дают, вот это вот, чтобы в шарики не скатывалось, мы можем абсолютно в таком режиме без запаха спокойно капнуть краску и сделать долейсировочку местами или полную лессировку, ну, там, тонирование, в данном случае это произошло, просто тонирование работ, прям по всей площади прошелся коричневый, и сразу все стало на место, она с работой слилась с рамой, вот, то есть вот это очень важный эффект, когда ты добавляешь в масло небольшое количество текстурного масла, чтобы избежать вот этого эффекта отталкивания масла маслом, прилипание будет гарантировано, то есть, ну, знаете, масло на масло не очень любят именно как раз из отталкивания, там у нас пленочка такая образуется, как же она называется, оксидная пленка, когда старый линоксин, вот эта оксидная пленочка покрыта, она отталкивает новое масло, вот это вот добавление тексотропного материала в верхний материал снимает эту проблему, и как бы работать становится очень удобно, может быть, начинающие немножко не поняли, о чем он говорил, профессионалы поняли прекрасно, то есть вот этот материал, вот этот материал, он снимает одну очень большую проблему при доработке картин, при лессировках, при доработке. Вот, кстати, тоже текстурное масло, не знаю, как вам объяснить, живопись становится как бы сразу старенькой такой, какой ты хочешь, хочешь новенькой, хочешь старенькой, хочешь, она становится как бы многосеансовой. Здесь один сеанс, здесь вот просто один сеанс, вот она уже выпуклая, с объемом, причем объем этот нежный, нет мощи кровящей, не всегда уместной краски. Так, 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 чтобы вам показать-то, вот объем, вот это немножко с мастихинчиком, тут, по-моему, я уже маслом покрывал. Кстати, маслом, вот эта работа покрыта просто льняным маслом, не лаком, повторюсь, лак, запах на любителя. Вот это вот покрыто обычным уплотненным маслом с добавлением капельки текстуратора вот этого, ну, я его называл текстуратор когда-то, такое название сам для себя. Так вот, чтобы не было вот того эффекта, который он говорил, там, минуту назад, чтобы не было отторжения, скатывания в шарики. Вот здесь просто вот с объемом вот это вот. Здесь, понятно, можно и белилами сделать, белила краска недорогая, но, например, кадмии, вот они, кстати, сухие уже достаточно краски, ну, это в этом году написано, кадмии уже как бы ты не жалеешь, поскольку они разбавлены. Здесь, ну, наверное, может, один к трем разбавлены кадмии и масло. Мастихинам, да, по мастихину, что-то по мастихину я вам хотел показать, будет или нет. Этот эффект, вот я покажу площадочку где-нибудь, покажу, наверное, потом. Она блестит. Это след от мастихина. Вот, попробую сейчас взять блик. Вот. Вот бликует, я выделю стрелочкой на видео. Вот это место, смотрите, краска сама по себе, она понятна, она вот такая, когда укладываешь, укладываешь этим кистью, она, конечно, не очень бликует, она такая. А вот когда ты тронул мастихином, вот здесь работа не закончена, но этот эффект я покажу. Вот здесь будет видно хорошо. Окошко вставлю, не получилось. Так вот, они отличаются. Мастихиновая укладочка от укладки кистью, здорово отличаются, поскольку ты, если тронул мастихином, там как кусочек зеркала, так оно и останется. То есть немножко так вот поигрывает, смотрите, на любителя. Вот так вот, просто имейте в виду это, что они по-разному. Кисть полуматовая потом остается в работе, след мастихин немножко дает зеркальный такой след. Или все укладываем мастихинчиком, или как-то на ваше усмотрение. Ну а на этом, наверное, все. Огромное спасибо, кто досмотрел, дослушал все эти мои текстовые ответвления, собрал их в кучку и что-то понял. Очень советую, прям настоятельно советую попробовать этот материал. По впечатлениям, вот как у меня это было, такое чувство, что вот новый инструмент, как бы появился, вот рука новая выросла, я не знаю, с чем это сравнить, ассоциировать. Вот, просто насколько возможно. По важности вот это масло на палитре, оно вот, я не знаю, как ферзь на шахматной доске, как белило. То есть вот прямо уже у меня сейчас вот они, вот такое впечатление, потому что я использую и активно использую все это. Вот, хочется пожелать вам творческих открытий, творческих и технических открытий в нашем замечательном ремесле «Масляная живопись». Открытий всего самого хорошего мира над головой, что самое главное в наше время. До встречи на моем канале. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!